Всем добрый день. С вами брокерская компания BigFinance. Меня зовут Дмитрий Шагардин. Я представляю Ваше внимание на наш традиционный дневной видеобрифинг под рабочим названием «Своя позиция». Начинаем как всегда в 12 часов по московскому времени. Это и наше расписание всех мероприятий. Можете ознакомиться на сайте brokercap.ru. На YouTube и на нашем канале можно встретить записи всех наших видеобрифингов. И напоминаю, что мы широко представлены на различных социальных сетях, кайдерских ресурсах, так что наши заметочки можете встречать и на их страницах. Сейчас переходим к рабочему столу. Посудим последние тенденции. Попробуем сделать прогнозы на ближайшую перспективу. Благо на этой неделе все у нас вроде неплохо получается с точки зрения прогнозирования краткосрочных движений. Давайте традиционно начнем с с описанием ситуации на европейских торгах, которые начинаются в 11 часов по московскому времени. Фондовый индекс Евросокс 50, индекс 50 крупнейших европейских компаний сейчас растет на 0,75%. Динамика выглядит следующим образом. Вчера закрывались на максимум огня европейцы и сегодня продолжают демонстрировать восходящую динамику. В общем, видите, все в зеленых цитах раскрашено. Вчера была очень сильная динамика в американских акциях, также вчера закрылись на позитивной территории американские индексы и более того, вчерашний день для американских площадок стал самым, образно говоря, растущим днем в 2012 году. Надо отметить, что объемы торгов также выросли, если сравнивать вчерашние объемы торгов акциями по Dow Jones, по S&P, по тем бумагам, которые входят в состав этих индексов, то объемы были достаточно большими и это достаточно интересный факт. И также интересный факт, что буквально пару дней назад американские индексы продемонстрировали самый худший день в 2019 году с точки зрения динамики фондовых активов в RU даже, наверное, за последние 7 месяцев был худший день, там пару дней назад, не помню когда точно, а вчера был лучший день за последние 6 месяцев. Вот такая вот волатильная динамика на американских рынках, но, тем не менее, позитив пытается продолжиться. Фьючерсы на американские индексы сейчас торгуются в легком плюсе, на 0,2% подрастает фьючерсный индекс широкого рынка S&P 500, но здесь динамика, в общем-то, такая стабильная. Относительно вчерашнего закрытия ситуация кардинальным образом не изменилась абсолютно, здесь никаких движений сейчас не наблюдается, здесь никаких не видно движений и нефть продолжает падать и сейчас в текущий момент тестируют отметку в 100 долларов за баррель, но уже сверху вниз. Если вчера пробили уверенно уровень в 100 долларов, то сегодня, вот вы видите, сейчас уже второй раз предпринимают спекулянты попытку пробить уровень в 100 долларов. С этой точки зрения давление на российский рынок продолжается, сейчас мы больше смотрим именно на нефть и не смотрим на растущую Европу. Интересная ситуация вчера сложилась в золоте, Василий утром уже об этом упоминал, еще раз давайте об этом поговорим. Очень интересная динамика вчера сложилась среди активов. Давайте посмотрим на эту динамику. Динамика золота белой линии изображена. Желтенькая линия это динамика фондового индекса евросок 600, которая слежит динамику 600 крупнейших европейских компаний. Зелененькая линия это индекс E-mini S&P 500, фьючерс на индекс S&P 500 и оранжевая линия это евро-доллар. Ну, соответственно, шкалы все по этим активам с правой стороны нарисованы. Что здесь надо отметить, что вчера с 20 часов по московскому времени, когда основная сессия на российских фондовых рынках уже завершилась. Котировки золота посыпались вниз довольно резко. И буквально за два часа золото потеряло в цене почти что полтора процента. При этом рискованные активы в виде евро-доллара, в виде S&P, в виде евросок 600, в общем-то, чувствовали себя уверенно и продолжали расти. Фондовые индексы, вы видели, закрылись на максимумах вчера по Америке и по Европе. И, в общем-то, один этот график золота говорил, в принципе, о том, что сегодня сверхпозитивной динамики ждать не стоит. Почему? Да потому что золото в прошлую пятницу стало хорошим индикатором возможности того, что крупнейшие центробанки запустят программу, новые программы количественных смягчений. Еще раз напомню, что в пятницу выходили провальная статистика по американскому рынку труда за прошлый месяц. Действительно все было очень печально. И на этом фоне возобновились слухи о запуске новых программ количественных смягчений. Золото выстрелило в пятницу примерно на пять процентов. И понедельник, вторник держалось довольно уверенно. После того, 5-процентного роста не падало, не корректировалось. Вчера предпринимались попытки снова к росту на ожидании того, что господин Марио Драги скажет что-то там по поводу спасения европейской экономики, которая погружается постепенно на дно. Ничего хорошего, кстати, не услышали. И вчера ждали выхода бежевой книги. Это того отчета, который ложится на стол комитета по открытым рынкам ФРС США, который принимает решения по монетарной политике. Там тоже ничего такого сказано не было, про то, что экономика стагнирует, и что надо принимать какие-то меры возможные. И в общем-то золото начало резко-резко идти вниз. Таким образом, здесь можно поставить большой такой знак вопроса и задать его, является ли золото действительно таким хорошим опережающим индикатором. И с моей точки зрения оно в текущем моменте является таким. То есть золото сейчас хорошо показывает отношение глобальных инвесторов к возможному запуску либо на запуску новых стимулирующих программ. Вот такой вот интересный график. Еще давайте поговорим про вчерашнюю бежевую книгу более подробно. Я у себя на страничке здесь описал. О чем вчера говорилось в бежевой книге? О том, что ФРС подчеркивает, что ситуация на рынке труда довольно стабильная, и количество новых создаваемых мест постепенно растет. Здесь минусов он больших не отметил. Здесь ставим значок плюс. Федрезерв отметил, что экономика растет умеренными темпами, и в общем-то тоже здесь никаких негативных моментов не было. Федрезерв отмечает, что рост продаж автомобилей остается достаточно сильным, уверенным. То есть здесь тоже не видно никаких проблем. Ставим знак плюс. Федрезерв говорит, что инфляция остается умеренной. Здесь тоже никаких изменений. Это тоже хорошо. И Федрезерв отмечает, что промышленность растет, что потребительские расходы также постепенно остаются стабильными и растут. Тоже знак плюс. И что говорит Федд о том, что спрос остается сильным в автомобильном секторе, и у металлургов тоже знак плюс. Это основные тезисы из вчерашней бежевой книги, которая была опубликована 22 часа по московскому времени. И эта бежевая книга ляжет на стол комитета по открытым рынкам США на заседании 19-20 июня. Двухдневное заседание состоится. Таким образом, вот здесь на сайте ZeroHedge такая хорошая ссылочка была на облако тегов по бежевой книге, и крупными выделены слова, наиболее часто употребляющиеся в этом отчете. Среди слов, таких наиболее ярко выделенных, это у нас слова increased, рост, сильный рост, расширение, спрос. В общем, те слова, которые явно не говорят о том, что в бежевой книге отмечается какой-то спад в экономике, и все эти слова назвали хорошим словом антикуе. Все эти слова не говорят о том, что, по крайней мере, на заседании 19-20 июня Федрезерв пойдет на какие-то продления, на новый запуск программы количественных смягчений. Так что здесь, с этой точки зрения, никаких сигналов лично я не увидел. Ну, Василий в этом меня, вроде как, поддерживает, в этом и сошлись. Так, давайте пойдем дальше. Давайте пойдем дальше. К экономическому календарю перейдем. Сегодня, с точки зрения экономического календаря, день не такой уж интересный. В 15.00 Банк Англии будет заседать по процентным ставкам. Там, опять, интересна будет пресс-конференция. И интересно будет, что там решит Банк Англии с программами экономического стимулирования. Здесь очень интересные будут события. В 16.30 традиционная статистика по заявкам на получение пособия безработицы. Здесь, после довольно таких неприятных цифр, которые были зафиксированы по прошлой неделе, 383 тысячи новых рабочих мест. Там, по-моему, плюс 10 тысяч было за недельку создано. Такой очень редкий такой, очень сильный рост по этому параметру. Ну вот, в этой неделе ждут 378 тысяч первичных заявок на получение пособия безработицы. И, в общем-то, все, на самом деле. С точки зрения экономического календаря ничего интересного не будет. Зато будут интересными очень события с точки зрения государственных аукционов. Сегодня, напомню, французы размещаются в час дня. Василий уже тоже об этом упоминал. Здесь сроки тех бумаг, которые будет предлагать французское казначейство, довольно большие. Здесь я бы так поставил тоже знак вопроса. Могут несколько разочаровать эти аукционы. И испанцы сегодня в 12.30 по московскому времени, то есть уже через 15 минут проведут свои аукционы. Сроки обращения бумаг до 2014 года, до 2016, до 2022. Эти аукционы могут несколько ухудшить тот позитив, который мы видим с вами сейчас на европейских площадках. Потому что ситуация вокруг Испании по-прежнему крайне напряженная. Испанский премьер-министр говорит о том, что не хочет в открытую просить помощи у Евросоюза, у европейских властей, всячески сопротивляется. Боится, что в том случае, если Испания в открытой форме попросит помощь, то страна станет изгоем наподобие Греции. И, в общем-то, не хотят допустить этого испанские власти. Поэтому всячески сопротивляется прямым обращением за финансовой помощью. Поэтому этот аукцион будет очень и очень интересен с точки зрения спроса на испанские бумаги, с точки зрения тех доходностей, которые затребуют потенциальные инвесторы в испанские бумаги. И этот аукцион может несколько развернуть те позитивные настроения, которые наблюдаются сейчас на европейских фондовых рынках. Ну, в общем, посмотрим, здесь загадывать не будем. Аукцион будет очень и очень интересным. Ну и, безусловно, выступление Бена Бернанки, главы Федеральной резервной системы США, сегодня намечено у нас на 18.00 по московскому времени. Такое, наверное, ключевое событие этого вечера будет выступать Бен Бернанки с полугодовым отчетом перед Конгрессом по экономической ситуации. Как раз экономика Outlook будет представлять 18.00. В связи с тем, что особо ничего важного не ожидается по ходу экономического календаря, по рынкам в целом, кроме аукционов, вот это событие 18.00 станет ключевым, наверное, которым определить уже расклад сил на вечерних торгах сегодня в России и на начале торгов в США. Ну и тем более с тем учетом, с какой резвостью вчера росли европейские и американские рынки, стоит ожидать небольшой коррекции к тому росту, который наблюдался. Поэтому я бы, в общем-то, не ждал сегодня позитива от российских рынков. Василий об этом тоже утром, в общем, говорил. И, в общем, мы так не очень оптимистично настроены по поводу динамики сегодняшнего дня. Тем более от Бена Бернанки ничего не ждем, никаких заявлений по поводу запуска нового программы коллектива смягчения. Бежевая книга лишь подтвердила наши ожидания. Так что ситуация не определена по-прежнему. С начала июня наблюдаем такой, пусть и восходящий тренд, но если берем более длинный отрезок времени с конца мая 2012 года, то тут просто такой запил идет и ярко выраженной динамики не наблюдают. То есть пока сильных сигналов на покупку мы по-прежнему не видим, сильных сигналов на продажу пока тоже особо не видно. Словесные и вербальные интервенции сейчас делают свое дело. Вопрос, что за этими словесными интервенциями будет стоять в будущем, вопрос достаточно открытый. Вот такой вот денек у нас сегодня будет по фьючерсу на индекс RTS. Как вчера мы сами ожидали, достигли отметки 127,5 тысяч пунктов. Как, по-моему, эту цель вчера ставить, для роста ее полностью выполнили. Сейчас, в общем-то, я думаю, что с учетом той динамики, которая наблюдается на рынках, думаю, что вполне 125,5-126 мы сегодня с Вами, возможно, увидим по фьючерсу на индекс RTS. Вот такие ожидания краткосрочные. На этом всем большое спасибо. Встретимся с Вами завтра. Я даже уже не знаю, какой сегодня день. Вообще у нас сегодня четверг уже. В пятницу российские рынки работают. В субботу российские рынки будут работать. А вот 11-12 числа рынки будут закрыты. Но давайте посмотрим вот этот файл, который сейчас у меня открыт. Следующая неделя будет очень и очень важной, очень насыщенной различными событиями. 12 июня день независимости России. Российские рынки будут закрыты 11-12 июня. Соответственно, не будем работать. Все будут работать в понедельник, вторник. 14 июня состоится саммит стран ОПЕК. Это крайне важное событие, потому что, я напомню, 3 мая 2012 года генсек ОПЕК сообщил общественности мировой о том, что страны, входящие в эту организацию ОПЕК, которая обеспечивает 30% всех поставок нефти на мировых поставок, говорил о том, что цена в 110-130 долларов за баррель картель ни в коем разе не устраивает. И что ОПЕК будет стремиться сделать все, чтобы цена на нефть упала до 100 долларов за баррель. Еще раз повторюсь, заявление было сделано 3 мая, и 100 долларов мы сами увидели как раз уже в начале июня, то есть за месяц, как раз выполнили те цели, которые ставил перед собой ОПЕК, картель нефтяной. Так что заседание там будет иметь очень важное значение. Там, кстати, генсека будут переизбирать и решать вопросы по квотам на добычу нефти. Ну, в любом случае, они эти квоты нарушают постоянно, добывают больше, чем надо. 15 июня экспирации по срочным контрактам пройдут. 17 числа ключевое событие для европейских рынков – это выборы правительственные в Греции. Очень важное событие, от него очень много чего ждут. 19-18 числа июня переговоры с Ираном. Я напоминаю, что с 1 июля должны официально вступить санкции нефтяные против Ирана, точнее нефтяной эмбарго в полную силу со стороны европейских стран. И вот будут последние переговоры. 18-19 числа они будут проходить в Москве между Большой Шестеркой так называемой и представителями Ирана. Опять-таки это большое событие для нефтяного рынка будет. 18-19 числа также саммит Большой Двадцатки. И 19-20 июня заседание ФРС, о котором я вам уже говорил, когда мы обсуждали свою бежевую книгу. Так что у нас впереди очень и очень важная неделя будет. Поэтому еще самое интересное все впереди, как говорится. Тенденции летние, наверное, сформируются именно на следующей неделе. Все, на этом будем, наверное, завершаться. Всем большое спасибо за внимание. Подробнее все эти события, безусловно, обсудим с вами уже, наверное, в эту субботу, в эту пятницу. Удовольствием отвечу на ваши вопросы. Если таковой будет иметься в чате, удачных вам торгов. Будьте аккуратны. Спасибо. Спасибо. Спасибо.